а еще одно маленькое замечание в малайзии другие розетки и не проблема на самом деле купить адаптеры людей не продаются но если так вот спонтанно приехать на остров может оказаться что и нет адаптера ну к счастью тоже здесь вот на пляже перхень перентьян вот здесь магазинчик и вот такие адаптеры предусмотрены всего стоят 10 рингиты 100 рублей 100 бат вот как то так короче да вот то есть мы приехали у нас не оказалось так как сингапурские такие же здесь мы сингапуре покупали но мы почему-то не подумали что здесь нам это пригодится так что коллекция уже адаптеров с разных странах вот и с малаги тоже будет вот это вот вторая половина нашего пляжа наверное так одинаково называется вот за пирсом уже наш пляж пожалуй самый красивый пляж с красивым ландшафтом и там же вот кстати черепахи как я уже сказала то ради чего мы сюда приехали посмотреть гигантских морских черепах говорят они реально большие вот здесь в резорте кстати вот этот резорт мне почему-то больше нравится какой-то душевнее наш резорт он очень дорогой богатый и солидный что ли между бунгало большие расстояния то есть вот такой вот он какой-то массивный сам по себе дорожки там а здесь такой душевный я такие больше люблю деревянные домики песчаные дорожки здесь ничего не забетонировано как в отличие от нас у нас такие дорожки бетонные в основном вот и как-то мне здесь так душевнее не знаю хотя здесь пляж хуже ну вот первое ощущение мне вот этот больше нравится резорт цены здесь наверное такие же может быть чуть меньше но какой-то вот больше здесь души присутствует нас он холодный как мне кажется но это может первое впечатление не знаю посмотрим по завтраку посмотрим по завтраку там кто-то шикарный будет завтрак вообще вот здесь ради него наверно мы остались большой шведский стол со всякими разными вкусностями ну слабым и да на еду ой красота какая боже мне как мне нравится действительно классное место так вот здесь вот дайверы ну классная контора на самом деле на первый взгляд яду вот у меня мечта чем больше этих дайверов вижу тем больше у меня 3 что как бы формируется я очень хочу получить вот по деток стать настоящим дайвером я не сейчас конечно там время надо больше хотя у них тоже есть курсы вот очень с удовольствием хочется меня две вещи есть две мечты которыми я хотела бы научиться первое это вот стать дайвером получить это первое а второе у меня родилась вторая мечта недавно относительно вот это стать на получить как бы сертификат или как-то называется правильно не знаю то есть стать капитаном судна научиться управлять морским морским судном по-настоящему такие курсы есть наверно сейчас таких предрассудок уже нету предрассудок типа там женщина в море в виде и так далее